Создать необходимый микроклимат, настроить нужную периодичность и плотность полива растений и следить за работой датчиков в теплице. Всю требующуюся для этого информацию Ольга Верясова видит на компьютерных мониторах, но может проверить тот или иной участок и лично. Нам нужно, допустим, 22-24, а у нас, допустим, там 16, это всё погибнут растения же. Значит, останавливаем полив и там что-то решаем этот вопрос. Я ещё и по теплицам должна, допустим, пройти, не только здесь поглядеть, но ещё на ощупь ещё посмотреть, как и что, где находится. Иногда бывает, что душновато, допустим, нужно немножко приоткрыть, или влажность повышена, или там что-то. Работать на тепличный комбинат Ольга Верясова пришла ещё 20-летней девушкой. С тех пор у неё накопился огромный опыт в сфере овощеводства. И вот сейчас её многолетний добросовестный и ответственный труд оценили на высоком уровне. На дне сельхозработника её поощрил губернатор. Сегодня, конечно, особенный день. Я очень благодарна, что заметили мой труд, что меня наградили. Овощеводы, комбайнёры, трактористы, фермеры, руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Всего в круглом зале областного правительства наградили больше 60 человек. Но слова признания и благодарности звучали в адрес всех, кто связан с сельхозотраслью. Аграрии внедряют современные технологии, обновляют парк техники, реализуют новые инвестиционные проекты, благодаря которым в регионе появляются пассечеводческие комплексы и молочно-товарные фермы, элеваторы и сады. В целом, 2022 год оказался для сельского хозяйства региона довольно успешным. Намолочено свыше 3 миллионов 200 тысяч тонн зерна, заняты лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по урожайности, воду в оборот неиспользуемой почвы, производству молока и мяса. Таким образом, Пензенская область уверенно решает главную задачу – накормить себя и страну и идёт к достижению показателей, прописанных в Дактрине продовольственной безопасности России.